Сегодня вся страна обсуждает взрыв пассажирского автобуса в Волгограде, который произвела террористка-смертница из Дагестана. По одной из версий, теракт организовал ее гражданский муж, русский по национальности, который принял ислам в самой радикальной его форме. Кстати, сегодня же губернатор Оренбургской области Юрий Берг обратился к жителям региона с просьбой быть бдительными. И сегодня же похожую житейскую ситуацию, только к счастью без теракта, обсуждает город Бузулук. Это мы фотографировались в пятом классе. Вот это прям первая фотография, когда мы поехали на День здоровья. Татьяна Воробьева вспоминает свою бывшую воспитанницу. Вероника Риудская ничем от одноклассников не отличалась. Разве что была чуть скромнее. Девять классов девочка закончила с одной четверкой по физике, в остальном отличница. А недавно бывшему классному руководителю сообщили шокирующую новость. Буквально на днях меня пригласила директор школы и сообщил такую новость, что вот такая-то ситуация, что Веронику похитили, там отец продал, точно-то не знала. Мать девочки утверждает, Веронику продал ее бывший муж. Отчет принял ислам, а потом начал принуждать дочь принимать ислам. Она под влиянием приняла ислам. Он меня выгнал и написал на развод. Он все время грозился, что он ее продаст, и ты не будешь, что замуж я ее отдам. Так и она получилась. По словам учителей, Вероника о замужестве в свои школьные годы не помышляла. Хотела продолжать учебу, поступила в строительный колледж. Судя по всему, после развода родителей, жизнь девочки кардинально изменилась. Ребенок ходил в фиджабе, это бросалось в глаза. С ней проведена была беседа, что необходимо принять надлежащий внешний вид. Она сказала, что это ее личное убеждение. В общем-то, соглашаться с нами не особо была намерена. Веронике 6 октября исполнилось 16. После пропажи мать бросилась в полицию, написала заявление о похищении. Но уголовное дело не возбуждают. Решением арбитражного суда, согласие самой Вероники, она будет проживать с отцом. Также с разрешения отца она выехала в город Казань со своим другом. Похищения никакого не было. В доме отца Вероники, Алексея Геннадьевича Риудского, нас встретила его мать. Ее выжили с города Бузулука. Вероника? Да, те же учителя, те же опекуны приходили, прямиком говорили, уезжай в татарию при мне. Дальше я с вами. А она где сейчас? По словам матери, недавно Вероника звонила ей. Но ничего выяснить у своего ребенка женщина так и не смогла. Я даже не понимаю, она под влиянием, она сама даже не понимает. Говорит, да, замуж. Когда человек возьмет и продаст ее куда-нибудь. Иран, ирак, славянский, внешность тем более. У него Артур звать, я не знаю, кто он даже такой. Сейчас Резида Риудская находится в Татарстане. Ищет дочь. Где может находиться 16-летняя Вероника, которая решением суда после развода осталась с отцом, она не знает. Владимир Попов, Александр Поляков, Вести Оренбуржья, Бузулук.